Реальность, в которой сейчас вынуждены существовать жители региона, напоминает коллапс. В поликлиниках многочасовые очереди, скорой приходится ждать несколько дней, мест в ковидных госпиталях не хватает, лекарств для лечения в аптеках региона практически нет. Здравоохранение с ростом числа больных коронавирусом не справляется. То, что ситуация очень сложная, не отрицает и губернатор Виктор Томенко, который, напомним, уже переболел ковид-19 и сразу же приступил к работе. До этого в Алтайском крае единой инфекции не было. Вся инфекционная служба по учреждениям прикреплена и там, и там находится. Какого-то общего, скажем, единого центра, госпиталя и так далее. Этого не было. А потребовалось создавать тысячи мест, раньше число которых было ноль. 12 октября губернатор принимает решение о развертывании новых коек для больных коронавирусом и перепрофилировании в ковидный госпиталь Центра ортопедии и травматологии. Давайте пройдем в реанимацию. Красная зона здесь будет насчитывать 165 коек. Все оборудованы кислородом, 13 подключены к аппаратам ИВЛ. А это уже кадры из первого ковидного госпиталя региона горбольницы номер 5. Виктор Томенко встретился с коллективом. Интересовался условиями работы, настроем, просил рассказать о существующих сложностях. Услышал, что врачей не хватает, поэтому уже давно работают инфекционистами, хирурги, гинекологи, эндокринологи и другие специалисты, а также студенты-медики. Без ограничительных мероприятий, это вот мое глубокое убеждение, любого рода, так скажу, без противоэкадемической грамотных мероприятий, только силами врачебного состава, который лечит тяжелых больных, мы эту эпидемию не переломим. И они за то, чтобы предприятия останавливались, экономика останавливалась, но какие-то вещи, как массовые свадьбы, какие-то еще другие мероприятия, без которых можно обойтись. После этой встречи губернатор принимает решение усилить контроль за соблюдением в регионе масочного режима, перевести доп. образование на дистанционку и отправить школьников на более длительные каникулы по 8 ноября. Врачам ковидного госпиталя выражает огромную благодарность. Такой же он выразил чуть позже коллективом Бийской и Славгородской ЦРБ. Встреча с их главврачами прошла онлайн. Интересовался губернатор питанием врачей и пациентов, своевременностью получения федеральных доплат, количеством тяжелых больных и, конечно же, наличием лекарств. А вот об оперативности в поликлиниках региона с резким скачком эпидемии говорить не приходится. В социальных сетях в ежедневном режиме публикуют огромные очереди из пациентов. Виктор Томенко принимает решение посмотреть на проблему своими глазами. Четыре дня врача не вызвать. Скорая не приезжает. Голова кружится и досижу не досижу. На улице стояли 3-4 часа люди в оморок падали около этих статей. Только вот очереди по приезду Томенко не оказалось. Люди начали писать в соцсетях, что ее просто скрыли от губернатора. В своем большом интервью телеканалом региона Виктор Петрович ситуацию прокомментировал. Рассказал, что устраивает шоу своим визитом и не думал. А вот 14-я поликлиника Томенко неприятно удивила. Все сидят с температурой, с давлением, в масках тем более. Не проветривается ничего. Отсюда зашел, там вышел подъезд жилого дома. Как это так? Ну, систему надо решать, конечно. Решение там по строительству новых поликлиник, объектов есть. Но вот 14-я меня просто сильно потрясла. Скорая сирма, слушаем. Это уже подстанция скорой медицинской помощи. Барнаула главврач просит снизить нагрузку на своих специалистов и усилить работу поликлинического звена. 220 местных специалистов находятся на больничном. Бригад катастрофически не хватает. Работа колл-центров, активизировать работу и довести до сведения людей, что они могут обратиться за медицинской помощью. Не за медицинской, за медицинской консультацией. Не только на телефон старшего врача, но и телефон колл-центра. А может быть, даже объединить усилия колл-центра в одном месте. Министр здравоохранения региона тут же комментирует, что мощности колл-центров уже увеличили и дальше планируют это делать. Если мы говорим про город Барнаул, то сегодня уже около 100 рабочих мест. Мы заходили в количество 45-47 мест рабочих. Поэтому сегодня в 18 поликлиниках работают 19 колл-центров. Это, конечно, отчасти снимает нагрузку на скорую помощь и помогает людям дозвониться. Наша задача – расширять эти возможности, усилить как раз-таки это направление консультативной помощи. Для того, чтобы, по сути дела, целевой показатель порядка 150 рабочих мест было для города Барнаула. Это на те потребности сегодняшнего дня будет достаточно. Здесь же на станции скорой медицинской помощи губернатор поднял еще одну актуальную тему – отсутствие лекарств в аптеках. И заверил, что проблемой будут заниматься. Это сложная конструкция. Здесь мы и работаем с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Здесь мы работаем и с крупными поставщиками оптовыми, и с нашими аптеками здесь. Но, видите, если есть глобальный дефицит в стране, он, естественно, отразится на всех регионах. Но, тем не менее, какие-то точные выходы из ситуации будем искать. Других вариантов у нас нет. Кстати, на просьбу уже откликнулась одно из крупных фармпредприятий страны. Первая партия препаратов отгружена в Алтайский край. И еще одно важное решение этой недели. К следующей. В крае количество коек в ковидных госпиталях должно подойти к отметке в 5 тысяч. Губернатор назвал это решение сложным, но необходимым. Возможно, под госпитали потребуется отдать еще торговые центры и другие небедицинские учреждения. При этом плановую помощь придется приостановить. Но таковы реалии сегодняшних дней. С тем, что происходит сейчас, система здравоохранения России и нашего края никогда не сталкивалась. И чтобы справиться с коллапсом, потребуется время и сознательность. Но мы должны понять, что нас 2 миллиона 300 тысяч человек. Переболело вам 15 тысяч только. А какой кипиш? А если это будет цифра 150 тысяч? А она будет, если мы будем ходить и делать вид, что ничего не происходит. Поэтому немножко собраться. Губернатор еще раз призвал жителей региона в общественных местах носить защитные маски, постоянно дезинфицировать руки и по возможности соблюдать самоизоляцию. В первую очередь это касается пожилых людей. 2020 год стал годом испытаний для всех. И он обязательно войдет в историю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова